Наш курс мы начнем с рассмотрения одновременных стратегических взаимодействий. Давайте подробно рассмотрим несколько примеров. Начнем с примера, касающегося поступления в высшие учебные заведения с помощью единого государственного экзамена. Давайте представим, что есть некоторый выпускник, назовем его Петя, который сдал единый государственный экзамен и теперь планирует поступить в ВУЗ. Давайте представим, что Петя набрал не очень много баллов на ЕГЭ. Он точно знает, куда он хочет поступать, на какое направление, и у него есть предпочтение на множестве всех высших учебных заведений. Чем сильнее ВУЗ, тем больше он привлекает Петю. Таким образом, в голове у Пети есть некоторый рэнкинг ВУЗов по привлекательности. Петя устраивает только бюджетное место, он ни за что не пойдет учиться за деньги. Решение о том, в какие ВУЗы Петя может отнести свои документы, это стратегическое решение. В 2014 году правила поступления в ВУЗы были устроены следующим образом. Петя может разослать свои документы по пяти университетам. Дальше университеты получают документы от всех абитуриентов, составляют списки лучших абитуриентов по сумме набранных баллов, и делают предложение этим лучшим абитуриентам. Абитуриенты принимают это предложение или отказываются от него, и в случае, если остаются свободные места, наступает следующая итерация. Так, давайте теперь подумаем, как выгодно себя вести Петя. Разумно ли Петя подавать документы только в лучший ВУЗ? Петя может, вообще говоря, использовать свое право подать документы в пять различных высших учебных заведений. Вот если он подаст свои документы в пять лучших ВУЗов в списке его предпочтений, будет ли это решение оптимальным? Нет. Мы знаем, что Петя набрал не очень много баллов на ЕГЭ, и это означает, что он очень сильно рискует вообще остаться без бюджетного места, потому что лучшие университеты, скорее всего, будут также являться лучшим выбором для других абитуриентов, в том числе для тех абитуриентов, которые набрали достаточно много баллов на ЕГЭ. Поэтому Петя вряд ли окажется высоко в этом списке, который построит каждый ВУЗ. Тогда Петя может просто оказаться без бюджетного места. Для того, чтобы лучше предсказать поведение других абитуриентов, Петя начинает изучать итоги приемных кампаний прошлых лет. Это может помочь ему понять, в какие ВУЗы реально поступить с его суммой баллов. И в результате Петя подает документы в разные ВУЗы, как в сильные, так и в те, в которые он имеет реальные шансы поступить. Такая стратегия является страховкой от того, что он не поступит вообще никуда. Если же ему повезет и ему сделает предложение, в том числе и сильный ВУЗ, ничто не помешает Пете выбрать это высшее учебное заведение. Давайте рассмотрим еще один пример. Перенесемся в 1994 год в Триндад и Табаго. Здесь проходит футбольный турнир Shell Caribbean Cup. И в одной из групп сошлись три сборные. Сборные Барбадоса, Гренады и Пуэрто-Рико. По правилам турнира в следующий этап выходит только победитель группы. Одна команда из трех. При этом, если несколько команд наберут одинаковое число очков, то победитель определится по результатам личных встреч между этими командами. Если же и сумма очков в личных встречах окажется одинаково, то тогда дополнительным показателем будет разница забитых и пропущенных мячей. После первых двух матчей в этой группе сложилась следующая турнирная ситуация. Команда Пуэрто-Рико со счетом 0-2 проиграла команде Гренады и со счетом 1-0 обыграла команду Барбадоса. Таким образом, осталось сыграть одну игру между сборными Гренады и Барбадоса. Давайте проанализируем турнирную ситуацию. Что нужно каждой из этих двух команд для того, чтобы занять первое место? Давайте сначала посмотрим на сборную Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико одержала одну победу и эта команда имеет три очка. Разница мячей минус один. Для того, чтобы занять первое место в группе, ей нужно по крайней мере обойти команду Гренады. У Гренады уже есть три очка за победу на Пуэрто-Рико и при этом разница мячей Гренады составляет плюс два. Значит, для того, чтобы Пуэрто-Рико имела шансы занять первое место в группе, нужно, чтобы Гренады проиграла с разницей мячей по крайней мере в минус три. Но в этом случае команда Барбадоса будет иметь тоже три очка и разница мячей у Барбадоса будет по крайней мере плюс два. В этом случае Пуэрто-Рико не сможет обойти команду Барбадоса. Таким образом, Пуэрто-Рико уже лишилась всех шансов на то, чтобы занять первое место в группе. И это первое место и путевка в следующий этап турнира разыгрывается между командами Гренады и Барбадоса. Барбадосу, чтобы обойти Гренаду, нужно победить с разницей в два мяча или больше. А Гренаде, соответственно, постараться проиграть с разницей не больше, чем в один мяч. Именно с такой целью команды и выходят на эту игру. Здесь нужно обязательно упомянуть о некоторых особенностях правил турнира, которые оказались решающими во время последнего матча группового этапа в этой группе. Первое правило было такое. В случае ничей в матче на групповой стадии назначается дополнительное время. Если в дополнительное время забивается гол, то действует правило золотого гола или внезапной смерти. А именно, если гол забит, то игра сразу же останавливается. И победителем признается та команда, у которой получилось забить гол в дополнительное время. В первых двух правилах нет пока ничего криминального. Эти правила использовались или до сих пор используются на многих крупных турнирах. Правило золотого гола сейчас отменено, но до середины двухтысячных оно использовалось на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах Европы и мира. Наконец, третье правило, которое являлось исключительной придумкой организаторов Shell Caribbean Cup. А именно, гол в дополнительное время засчитывался за два. Вот к чему это привело. К 80-й минуте команда Барбадоса забила два гола и старалась удержать необходимый ей счет 2-0. При этом счете Барбадос претендовал на то, чтобы занять первое место в группе. Однако, на 83-й минуте Гренада отквитала один мяч. Счет стал 2-1 и при этом счете уже команда Гренады выходит в следующий этап состязаний. Что происходит дальше? Команда Барбадоса старается забить третий мяч. Он ей нужен для того, чтобы победить с разницей в два мяча. Однако, минуты идут, времени остается совсем мало, забить не получается. И тут сообразительный защитник команды Барбадоса понимает, что на самом деле у него есть еще одна опция. Он бежит к своим воротам, обменивается несколькими передачами с вратарем и со всей силы посылает мяч в сетку собственных ворот. Счет становится 2-2. И теперь у Барбадоса в случае, если матч действительно закончится в ничью, будут дополнительные 30 минут на то, чтобы постараться забить победный мяч. По правилам турнира он будет засчитан за 2. Барбадос победит со счетом 4-2. И этого будет достаточно для того, чтобы занять первое место в группе. Однако, на этом история не закончилась. В команде Гренады поняли, к чему идет дело. Они постарались избежать ничьей. Для этого им нужно было забить мяч, причем неважно в какие ворота. Если команда Гренады забьет мяч в ворота Барбадоса, она победит со счетом 3-2. И тогда сможет занять первое место, выиграв оба матча в своей группе. Если команда Гренады проиграет Барбадосу со счетом 2-3, то она тоже займет первое место в группе, потому что поражение с разницей в один мяч команду Гренады устраивает. Таким образом, в оставшееся до конца второго тайма время у Гренады была задача забить мяч в ворота, причем неважно в какие. Барбадос это тоже достаточно быстро понял. Команда разделилась на две части. Одна половина побежала защищать свои ворота, а другая половина побежала защищать ворота Гренады. И оставшиеся несколько минут проходили в безуспешных попытках Гренады забить мяч в собственные ворота. Барбадос сумел отстоять ворота команды Гренады и свои собственные ворота, добился ничьей в основное время, и благодаря этому стратегическому решению получил возможность сыграть дополнительное время. В эти 30 минут у команды Барбадоса получилось забить еще один мяч. Он был засчитан за два. Барбадос победил со счетом 4-2 и занял первое место в группе. Эта победа – награда за верное стратегическое решение игроков команды Барбадоса. Ситуация на матче Барбадос-Гренадо является примером стратегического манипулирования. Возникновение такой ситуации – это прокол организаторов турнира. Они придумали плохие правила. Как правильно придумывать правила для того, чтобы создавать правильные стимулы для участников стратегического взаимодействия, в данном случае турниров. Это задача из области дизайна механизмов. И об этом мы тоже поговорим в ходе нашего курса. Редактор субтитров А.Семкин